Пандемия коронавируса внесла свои корректировки в современный мир. Так у многих людей возникает страх идти в больницу, когда они начинают заболевать. Ведь можно прийти с обычной простудой, а выйти уже с другой болезнью. О том, как же все-таки правильно поступить, нам рассказал врач университетской клиники. Нужно соблюдать социальную дистанцию, нужно использовать средства индивидуальной защиты. Бояться обращаться за медицинской помощью не нужно, но нужно быть просто бдительными, аккуратными. Руслан Алиев также поделился тем, с какими трудностями ему и его коллегам пришлось столкнуться во время пандемии. Было страшно возвращаться домой, возвращаться в семью. На какое-то время даже пришлось изолироваться от семьи, не только мне и моим коллегам. Руслан работает врачом-урологом в стационаре университетской клиники с 2013 года. Определился с выбором профессии он еще будучи в 9 классе, так как хотел помогать людям. Наше урологическое отделение занимается оказанием неотложной урологической помощи 7 дней в неделю, 24 часа в сутки по практически всем направлениям. В основном мы занимаемся терапией мочекаменной болезни и терапией аденома предстательной железы. То есть наше учреждение одно из немногих, где проводится лазерная эмпуляция, которая позволяет уже на 3-4 сутки восстановить самостоятельное мочеиспускание и где-то на 5-6 сутки выписаться. Работа врача действительно и опасна, и трудна. Бывает большое количество операций, особенно сейчас. И сами понимаете о том, что невозможно остановить операцию и уйти во время операции, доказав о том, что мой рабочий день закончен. Это не так. Врач должен до последнего пациента работать, независимо от того, закончился ваш рабочий день или нет. Вклад сотрудников медицины всегда важен, а в период коронавирусной инфекции лишь напомнил людям о значимости этой профессии. Работа врача – это не столько работа, наверное, сколько все-таки образ жизни. Если дистанционно, например, многие специальности смогли работать, но не врачи. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Андрей Богоудинов и Алексей Румянцев. Универ Ньюс.